Всем привет, меня зовут Оля, и сегодня я хочу рассказать о крымской косметике, которую я накопила за долгий период времени. Недавно я съездила в Крым домой, кто не знает, там я прожила целых 4 года своей жизни. Можете мне завидовать, да, или нет. Если вы знаете, минусы жизни в Крыму, они тоже имеются, хотя кому-то, возможно, сложно в это поверить. Как можно догадаться, крымская косметика в основном делает ставку на то, что она якобы очень натуральная, использует всякие крымские травы, лаванду, ну, в общем, всё, чем может быть знаменит Крым. Собственно, не знаю, насколько это правда. Конечно, почитав составы, можно сделать какой-то определенный вывод, насколько они 100% натуральные, но я всё-таки не химик-технолог, поэтому не могу, не могу гарантировать 100% правды в этом вопросе. Просто хотелось бы рассказать, насколько хороши эти средства, работают ли они вообще в целом, потому что было бы неплохо, чтобы они работали, так как крымская косметика довольно дешёвая, и все, кто живёт в Крыму, могут обратить внимание на эти средства. А всё потому, что они могут быть даже не хуже, чем всякие другие, например, гели для душа или кремы для тела. Кремы, правильно же, надеюсь. Ну, в общем, они могут быть не хуже, чем те же кремы для тела, которые продаются в ритуале или в каких-нибудь других сетях. Поэтому я решила закупиться и разобраться, как они вообще, ну, достойно ли внимания, или это просто туфта какая-то. Какие-то средства, должно сказать, у меня уже были, я их покупала ещё перед отъездом в Москву, так как именно тогда меня осенило, что я 4 года жила в Крыму и даже не попробовала ничего из крымской косметики. И уже сейчас, когда приехала из Москвы во Крым, я решила, что вот сейчас-то я оторвусь. Начну с того средства, которое я купила самым первым из вообще любых крымских косметических средств. Это вот такое масло. Надеюсь, его видно. Вот я его плавненько предвижу, чтобы камера всё поняла. Отлично, она всё поняла. Это бренд Natural. Кокосовое масло для тела, крымские травы. Полезное увлажнение. Оно мне очень нравится. Я так его люблю. Так вы любите, что никакое масло другое я вообще использовать не хочу. Вообще, я предпочитаю использовать масла для тела, а не кремы. Кремы, я молодец, правильно говорю. Потому что от них мне бывает иногда липкое ощущение на теле, они не до конца впитываются. А так я мажусь маслом, надеваю домашнее одежду, которое мне не жалко, половина впитывается в одежду, половина впитывается в меня, кожа получается столько, сколько нужно. И в итоге я шелковистая, увлажненная, пахну кокосиком. Так вот, если подробнее, собственно, об этом масле, там есть несколько средств в линейке. Это полезное увлажнение. И ещё у меня есть вот такое же, только антицеллюлитное. Конечно, давай пойми, пойми, что это происходит. Конечно, антицеллюлитным его сложно назвать. Точнее, можно назвать-то, можно антицеллюлитным всё, что угодно. Но сами мы понимаем, что не факт, что это избавит вас от целлюлита. Собственно, почему его назвали антицеллюлитным? Потому что здесь есть грейпфрут и чёрная горчица. По идее, вы намажетесь, и якобы это всё рассосёт ваш целлюлит. Но это не так. И вернёмся к вот этому, потому что всё-таки вот это моё любимое. Здесь есть экстракт календулы, который снимает воспаление, как здесь опять же нам заявляет производитель, и успокаивает кожу. Здесь очень приятный запах лаванды. И сам по себе запах кокоса я не очень люблю. Иногда он бывает такой противный, сладкий, что аж фу, бе, ну и так далее. В общем, вы поняли. Здесь же запах такой мягкий, приятненький, слегка сладковатый. И вот именно запах лаванды, который обычно может быть очень резким и прям давать в нос, как будто бы вы на шатырь не хнули. Здесь он такой свежеватенький, и поэтому запах кокоса не кажется таким удушливым, приторным. Он разбавляется вот этим запахом лаванды и как-то просто становится более лёгким. За это он мне так и нравится. Просто потрясающий запах. Обожаю его. Это уже третья моя упаковка. Ну, одну я сейчас использую, и вот это ещё будет третья на будущее. Я их все храню, и этим очень жалко мне их использовать, потому что... Ну, их, конечно, можно заказать в Москву, кстати, чтобы вы знали. Можно заказывать крымскую косметику в Москву. Всё, что угодно, можно сказать, в Москве. Наверное, это не секрет. Но просто это слишком много мороки, да и я знаю, что я, наверное, никогда не соберусь это сделать. От него очень хороший эффект. Я так долго рассказываю про это масло, потому что оно просто очень мне нравится. От него очень хороший эффект на коже. Я действительно его чувствую, когда я перестаю по какой-то причине использовать это масло для тела. Просто потому что я очень ленивая. Я сразу увижу, что оно сохнет, становится какой-то шелушащейся. В общем, всё очень плохо с ней. И если мне не хочется использовать масло для тела, иногда мне хочется использовать что-нибудь более лёгкое, как вы-нибудь гель всё равно, это так не помогает. В зимних московских условиях лучше всего использовать масло. Оно хорошо впитывается. Про это масло я немножко уже упомянула, но на самом деле про него особо нечего рассказать. Как мне кажется, это точно такое же масло, как то, что я показывала в предыдущем, но оно просто без этого замечательного запаха лаванды, который мне так нравится. Но он пахнет просто чуть-чуть более горьковатенько. Ну здесь же горчица, всё как бы правильно, логично. Насчёт антицеллюлитных свойств не знаю, но я просто купила его, так как делаю иногда баночный антицеллюлитный массаж. И говорят, что лучше использовать натуральные масла для этого, так как когда мы делаем баночный массаж, поры очень раскрываются, и нужно следить за тем, что попадает нам в кожу. Так что если там не самые качественные ингредиенты в каком-либо масле, который вы используете, то есть это может гей-коже навредить. И вот это масло мне было жалко использовать на баночный массаж, поэтому я решила купить такое. Очень его люблю, всем советую, цена его в районе 300 рублей. Иногда оно стоит 300, где-то оно стоит 350, но в целом оно недорого и хватает его надолго. На этом мои кокосовые страсти не заканчиваются. Также у меня от этого же бренда есть вот такой скраб. Вот такой скраб, сейчас я его тоже... Оп, 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 не знаю, видно что-нибудь, надеюсь, да. Я старалась как можно на этой себе приближать. Но в любом случае я достала его из упаковки, вот так он выглядит. Как бы вот так выглядит вот. Тот же самый бренд. Ну давай я медленно же все делаю. Давайте отлично. Natural, дом природы, скраб кокосовый, сахарно-соляной с кокосовой стружкой. И все что ли? Я помню, там он был с кузним молоком или чем-то таким. Да, здесь еще есть козье молоко. Что нам тут пишут? Аппетитная мякоть кокоса богата целебными веществами, витаминами, нейтральными маслами и антиоксидантами. В кокосе содержится калий, кальций, магний, ну я так понимаю, это, видимо, что мы еще его ели, витамины А, С, группы В, нейтральные сахара, белки, углеводы и органические кислоты. Благодаря уникальному составу кокос оказывает поистине волшебное воздействие на кожу, активирует обменные процессы, тонизирует, питает, делает ее эластичной кругой, борется с сухостью и заботится о продлении молодости кожи. Я говорю, кокос, а это священная игра или какой-то. Ну что, расхвалили кокос, как могли. В целом, я немножко удивилась, когда его открыла, так как он оказался полностью сухим. Должен сказать, пахнет просто офигенно. Странная акция. Ладно, не важно. В общем, пахнет он действительно как-то так немножко сладковато. Возможно, это не только из-за кокоса, но и из-за козьего молока, как будто бы там какой-то йогурт и немножко печенья. Ну, в общем, он очень вкусно пахнет. Сладко, но, опять же, не противно сладко, как по мне. Хотя, если, наверное, вот так вот нюхать целыми днями, он может надоесть. Это такой, ну, довольно навязчивый запах. По сути, скраб оказался неплохим. Не сказать, что он мне невероятно понравился, потому что все-таки я предпочитаю скрабы, которые можно вот так зачерпнуть, спокойно намазать на себя и не париться. Здесь же он настолько твердый, с этой кокосовой стружкой, что он просто, вот, я не знаю, хорошо, что у меня есть ногти, которые у меня сейчас... Ногти. Которые мне сейчас почему-то не жалко. Я ими вот так вот отковыриваю эту стружку и мажу на себя. Но, по сути, я не знаю, наверное, от собой нож брать в ванную, чтобы отковыривать его из этой банки. К тому же он половину, ну, половину из этой банки рассыпается, пока ты его достаешь. В общем, не сказать, что это экономичный расход. Хотя его нужно совсем немного, и когда уже он соприкасается с водой, он становится не таким жестким. И, ну, потому что там есть масло. Как-то подтаивает и уже легче наносится. Он очень приятный. Оставляют масляные... Масляные остатки на теле. И я такой эффект люблю, потому что некоторые скрабы, когда ими мажешься и выходишь из душа, они как-то сушат кожу. Довольно крупные частички соли есть, они могут разодрать кожу. Особенно если есть какие-то ранки. У меня они, к сожалению, есть, поэтому я стараюсь быть очень аккуратной. Но вообще кокосовая стружка, она сама по себе мягко действует. Мягче, чем, например, мне кажется, сахарные скрабы или соляные. Но здесь как бы и соль, и сахар... Ой, и соль... Стоп, подождите, там же сахарно-соляной. А, ну да, ну да, и соль, и сахар все правильно. Здесь соль, и сахар, и кокосовая стружка. В общем, все, вместе тебе тут дали. Но больше всего здесь кокосовая стружка, поэтому не самой жесткой степени, можно сказать. В общем, за 300 рублей он мне понравился. Можно себе позволить. За тем более такой потрясающий аромат, и за то, что он оставляет масляное чувство на теле, немножечко спа вам в ванную. Если бы он был еще вот в жидкой форме, мне бы понравилось еще больше. Потому что это очень неудобное использование. Но это, наверное, единственный его минус, что его очень неудобно использовать. Из-за этого его иногда просто не хочется использовать. Вроде как хочется поскрабироваться, а вроде как представим, что придется ковыряться, там доставать эти стружки. Боже, не сегодня, не сегодня. А так, в целом, кому не лень, хорошее средство. Только сейчас я поняла, что, наверное, я не совсем правильно назвала бренд. Скорее всего, Natural это не бренд, это просто обещание нам, что Natural это просто натуральное средство. Но я почему-то, не знаю, бросается вот именно вот эта надпись мне в глаза. А так-то это дом природы, просто крымская мануфактура. Вот так это все серьезно звучит. Как до меня это дошло, собственно. То, что здесь, опять же, есть значок. Вот эта линейка, надо быстренько сказать, крымская лаванда. Здесь также написано Natural. Поэтому, собственно, мне и казалось, что это бренд. Но если приглядеться, то здесь есть вот этот значок. Вот этот. Просто и цена. 250 рублей. Я не люблю сравоценники. Этот значок мы уже где-то видели, правда? Мы видели его здесь, только здесь написали, что это дом природы, крымская мануфактура. Здесь нам никто этого ничего не написал. В общем, с упаковками немножко сложно разобраться. Нужно поломать голову, чтобы понять, что же это за бренд. В общем, у этой конкретной линейки крымской лаванды есть секрет. Секрет заключается в том, что ни одно из средств в этой линейке не будет пахнуть лавандой. Это жалко. Очень обидно. Потому что сначала я купила вот эту маску. Маска для лица, увлажнение для сухой чувствительной кожи. Я надеялась, что она будет пахнуть лавандой. Конечно, я прочитала состав. Где было написано, что здесь маска на основе натуральных компонентов. Бережно заботится о сухой чувствительной коже. Делает ее более мягкой, нежной и увлажненной. Гидролат лаванды смягчает. Я такой, ага, лаванды? Она здесь точно есть. Да, смягчает, агензирует и хорошо увлажняет. Масла ши и авокадо улучшают упругость и эластичность кожного покрова. Сквалан, господи, восстанавливает эпидермис, устраняет шелушение. Экстракты розы и фиалки. Они помогают кожу восстановиться после вредных внешних воздействий. Тогда мне не пришло в голову, что, наверное, по последнему компоненту и стоит определять запах этого средства. Как оказалось, оно пахнет розой. Довольно приятно. Я не сильно расстроилась. Да, вообще не расстроилась. Потому что пахнет действительно очень классно. Но, конечно, ожидания мои почувствовать запах лаванды испарились. Она действительно смещает кожу. Такая она жирненькая. Имеет сначала такой вот беловатый цвет. Не буду показывать. Это не так интересно. Когда ее наносишь на лицо, она прям такая маслянистая. Прям чувствуется, что там есть масла. И, собственно, они где-то вот в начале списка ингредиентов. Почему я, собственно, ее купила. Сначала идет у нас водный раствор гидролата розы. Вот здесь можно было бы уже догадаться, что пахнет розой. Потом масло авокадо, ижижеба, глицерин, масло ши, боск пчелиный, экстракты розы, фиалки, ромашки. А еще тут есть диалоговая кислота. Это я читаю то, что я могу прочитать. Потому что есть название, которое я не могу прочитать. По шкале увлажнения. Не так уж прям она увлажняет, чтобы прям это была какая-нибудь сос-маска. Хотя здесь этого, наверное, и не заявлено. Но скорее это маска для нормальной кожи. Как обычная ежедневная маска для нормальной кожи, чтобы просто ее чуть-чуть увлажнить перед макияжем. Например, она хорошо работает. Поэтому я могу ее порекомендовать и оценить. Но не как то средство, на которое стоит рассчитывать. Если вы там обветрили кожу, хотите ее восстановить. Эту маску, кстати, я купила еще как раз таки, когда уезжала в Москву. Давно, давно. И вот сколько все-таки она оставила мне положительное впечатление. И мне все-таки хотелось что-то, что пахнет лавандой. Я решила купить вот такие сливки для тела. От того же, собственно, производителя. Давай, 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 давай. Чтобы вы увидели это все на всякий случай. Хотя упаковки очень идентичные. В общем, мне хотелось понюхать лаванды. Очень сильно. Я решила купить вот такие сливки для тела. Лавандовое наслаждение. Такое вот многообещающее название. Но какой-то пух. К сожалению, здесь одни наслаждения, одни лаванды не пахнет опять. Хотя я подозревала, что так будет. Я спросила у продавца-консультанта в этой маленькой лавочке крымских товаров. Пахнет ли это средство лавандой? Потому что я понимала, что, скорее всего, она не знает. Наверняка она просто увидит, как любой нормальный человек, крымская лаванда. Лавандовое наслаждение. И много других слов однокоренных со словом лаванда. И скажет, да, конечно, ну чем оно еще может пахнуть, собственно. Но, к сожалению, оно пахнет просто ужасно. Ужасно. Я не могу понять, чем. Наверное, такой запах на ютюбе называют запахом бабушек. Но я не хочу оскорблять просто бабушек, потому что бабушки пахнут довольно приятно. Они могут пахнуть блинчиками, чем-то сладким, выпечкой. И вообще бабушки, которых ты любишь, пахнут приятно. Тут странно все прозвучало. А это пахнет просто кошмарно. Не сказать, что я так придирчива к запахам. Я могу любую фигню понюхать и сказать, ну да, нормально. Изначально мне показалось, что оно как-то пахнет лавандой. Но очень-очень-очень смутно. Поэтому я расстроилась уже. Но потом, когда я нанесла это на тело, и запах начал раскрываться, вот тут я уже поняла, что это совсем не лаванда. И, по всей видимости, наверное, это чабрец. Так как он есть в составе. И, судя по логике с предыдущей масочкой от этого же бренда, если там есть какие-то другие компоненты, значит, будет пахнуть ими, а не лавандой. Сложно понять, что так пахнет здесь конкретно. Возможно, это просто смесь всех этих ингредиентов дает такой ужасный аромат, но он невероятно вонючий. В принципе, терпеть его, наверное, можно, но я не знаю, ради чего. Это не сказать, что прям такая классная штука, чтобы сидеть с этим запахом. Ну, это из минусов. Из минусов этого средства. Из плюсов. Можно сказать, что это довольно хороший крем. Всё-таки он не такой хороший, чтобы терпеть этот запах. Возможно, для кого-то этот запах, ну, вообще вполне себе нормальный, поэтому и крем подойдёт. Я бы, в принципе, могла и мазаться, если бы я, например, вообще изолировала себя от людей. К счастью, запах выветривается. Но, опять же, какое-то время вам придётся побыть в одиночестве, если вы не хотите кого-то раздражать. Если вам, в принципе, плевать на людей, я поздравляю вас, во-первых. А во-вторых, вы используете спокойно. Потому что это сливки, которые не как раз-таки липкие. Они впитываются и не дают вот этого воского какого-то ощущения на коже. Я ими намазала ноги и была счастлива, потому что ничто к ним, никакие штаны домашние к ним не прилипали. И, в общем-то, меня это не раздражало. Как-то вот оно прям нормальные сливки, действительно хорошие. Если бы так не воняли. Вот поэтому мне, собственно, жалко. Хотелось бы попробовать какое-нибудь ещё средство. Может быть, ну, именно из этой линейки. Может быть, всё-таки что-то там допахнет лавандой, но я уже не знаю даже. Далее перейдём к бренду «Крымская роза». Это всё, что у меня есть от этого бренда. И очень логично. Я купила бренд «Крымскую розу». И это лавандовая вода, в которой как раз-таки пахнет лавандой. Ура! Крымская роза – это лаванда. Ладно, шутка. У них просто есть серия с розой и серия с лавандой. Я думаю, здесь у нас всё более логично у этого бренда. Всё-таки не зря он, наверное, самый популярный. И там роза пахнет розой, а лавандой пахнет лавандой. Это у нас лавандовая вода, как я уже говорила. По сути, это просто пшикалка для лица. Стандартная. Такие есть у многих брендов. Вот прям вообще у многих. Которая просто может освежать вас в течение дня. На лето такие штуки очень классные. Либо если вы немножечко нервный человек, она может вас успокаивать. Просто пшикаешь в лицо со стервонением и успокаиваешься. Состав здесь тоже довольно стандартный для таких средств. Несколько, конечно, это 100% натуральный продукт. Как мы знаем, пэги бывают весьма вредными. Но насчёт пэг-40, мне кажется, он встречается вот как раз я во многих пшикалках. И раз он встречается, значит, ничего страшного, я так считаю. Тем более я пшикалась этим спреем всё лето, и у меня никакие прыщи не полезли. Но, однако, стоит отметить, я смываю всё, что я пшикала на своё лицо в течение дня вечером. Возможно, в этом мой секрет. Пахнет она очень приятненько, лавандой. Сейчас я пшикну, чтобы освежить память. И, возможно, даже все в лицо, потому что мне ужасно жарко. Я закрыла окно, чтобы не было звуков. И теперь просто в этом свитере умираю. Но самое время освежиться с лавандой. Потрясающе. Я ещё добавила туда лавандовое масло. Я купила его в той же лавочке, где я ей эту штучку. Добавила его туда побольше, чтобы посильнее пахло лавандой, посильнее меня успокаивало. В общем, приятная вещь. Она стоила рублей 200. Мне нравится упаковка, кстати. Она довольно красивенькая. Сейчас я её приближу. Какая-то она такая приятная, я не знаю. Хотя я многого не ожидаю от крымских производителей. Вот такая я скептичная, противная. В общем, хорошая вещь. Если вы приехали как турист, я советую вам её точно приобрести. Потому что она будет спасать вас от жары. Успокаивать и настраивать на отдых. Расслаблять вас, чтобы вы насладились с Крымом ещё сильнее. Даже захотелось обратно. Но это минутная слабость. В общем, самую интересную вещь я оставила напоследок. Не специальную, но так получилось. Это у нас вот такая маска. В общем, это у нас живые маски. От бренда Царство ароматов. Очень стрёмная упаковка. Ну, простите, пожалуйста, царство ароматов. Ну, и особенно вот этот логотип. Потому что я полгода думала, что ЦА, цельба аудитория, что это? Где понять, что это вообще бренд? Ну, в итоге, наоборот, здесь всё написано. Опять же, упаковки у нас в Крыму, как видите, не самые логичные. Скорее, собственно. К свойствам этой маски. Маска косметическая, для нормальной кожи. С пастой лимона, экстрактом акации и эфирными маслами. Отбеливающий эффект. В общем, насколько я знала, лимон тонизирует кожу. Отбеливает её. Ну, не совсем отбеливает. Он может её отбеливать. Но не думаю, что в том плане, как мне сказала консультант, опять же, в этой лавочке. Что вот если вы загорели, и вас так это раздражает, что у вас лицо как у деревенской барышни. Не знаю, просто крестьянки. Вот вам маска с лимоном, вы отбелитесь тут же. Отбелитесь, отбелитесь. В общем, сразу станете благородной аристократкой. Другими словами. Не скажу, что как-то это прям сильно отбеливает кожу. По крайней мере, на моей кожи, которая и так довольно белая. Сложно заметить подобный эффект. Но вообще, именно в каком плане имеется в виду, что они отбеливают маски с лимонами и грейпфрутами. И вот такими, в общем, с цитрусовыми, скажем. Просто обобщим. Потому что они как-то в целом выравнивают тон кожи. И, например, всякие веснушки, пигментные пятна. Ну, это, конечно, слишком смелое заявление. Но, по сути, они должны их отбеливать как-то. Всё, что тёмненькое, по идее, должно вот отбелиться. А то, что у вас и так светленькое на лице, уже потрясающе объясняю, должно остаться как есть. И за счёт этого тон кожи выровнится и будет всё классно, в общем-то. Это маска. Действительно, это делает. Буду приятно, когда косметические средства действительно делают то, что они говорят. Такой восторг, такое удивление. Эта маска действует довольно агрессивно, как мне кажется. Но не настолько агрессивно, чтобы у вас там вся кожа слезла, конечно. Но у меня просто очень редко такое бывает, чтобы когда что-то намазала на своё лицо, и у меня раскраснелось оно. Вот от этой маски это произошло. Я сначала дико испугалась, потому что я просто её намазала. Смотрю на её, думаю, это как бы какая-то фигня, наверное. Там ещё действительно есть кусочки лимона. И, собственно, это меня, кстати, очень от неё толкнуло, потому что... Поначалу. Потому что я подумала, что... Ну, а что они делают, эти кусочки лимона? Вот там куски, вот ошмётки этого лимона внутри. Что они отдают свои питательные элементы каким-то образом мне через кожу. В общем, я подумала, ясно всё с этой маской. И, наверное, эти куски лимона действительно так, ну, просто чилятся там в этой маске. И всё, вряд ли они что-то делают. В общем, моё лицо очень раскраснелось, когда я её намазала на где-то минут 10. Здесь написано, оставьте на 10-25 минут. 25 минут – это, наверное, экстремальный уровень для пробвинутых, для тех, кто хочет максимально себя прям выровнять. Оно так начало пощипывать. Я напугалась. Начало всё смывать с себя. Смыла. А потом краснота начала довольно быстро проходить, но лицо стало таким прям свеженьким. Прям какой-то легкий румянец остался. Именно цвет как-то действительно выровнялся. Я не знаю, как это объяснять. Но вот оно работает. Возможно, даже дело не в том, что именно какие-то веснушки там осветлились. У меня нет ни веснушек, ни особо педрен на пятен, у меня нет. Но из-за того, что кровь в коже как-то активно так прилила, возможно, из-за этого лицо стало просто свежее. То есть это, как раз таки, больше, наверное, тонизирование. Есть маска у Organic Shop или Organic Kitchen, по-моему, всё-таки Organic Kitchen. У них есть маска SOS с грейпфрутом и чем-то там ещё. Но, в общем, основным кредитом грейпфрут. У меня такая маска была, и она многим нравится. Многие говорят, что она просто супер за свои-то 100 рублей, там всё делают, вообще классная. И вот мне кажется, что вот эта штука очень похожа на ту маску, только там грейпфрут, а здесь лимон. И здесь, как бы, по-моему, побольше всё-таки продукта, чем там этого веса. Ну и как-то эффект я от неё всё-таки больше заметила. Потому что ту маску я могла держать на лице хоть, блин, просто годами. Я её держала и по 20 минут, и по 25 минут, и по полчаса. Просто я иногда намажусь, и лежу с этой маской. Мне просто лень её смывать. Я знаю, так иногда нельзя делать, но я так делала. Я была молода, да? Глупа. А с этой маской я уже не могу расслабиться. Я её намазала, и всё, уже лицо красненькое через 10 минут. Но она реально работает очень хорошо за счёт этого. Просто мега тонизирование, мега свежий вид. Я ещё тогда болела. У меня вообще лицо было как подошва. Не знаю, почему у меня такое сравнение, но я очень плохо выглядела. И вот тогда я решила намазаться, просто мне делать было нечего. Я прям... Мне кажется, я тогда выздоравливать начала, потому что я так обрадовалась, потому что я как-то так посвежала и классно выглядеть начала. Даже без косметики. В общем, поразительно. Поразительно. Чувак, тебя никто этого не ожидал. Ещё там есть много других масок в этой серии. Там есть с розой, по-моему, там есть с ромашкой. В общем, много там всего есть. Они довольно интересные. Масочка. Ты молодец. Горжусь тобой. Присмотритесь. Надеюсь, вам было интересно послушать, что же там производят в Крыму. И хорошие ли это средства. И стоит ли их покупать, если вы когда-нибудь поедете в Крыму. В общем, на этом всё. Надеюсь, теперь вы точно будете знать, что же покупать в Крыму. Если вы туда прилетели или если вы там живёте, кстати говоря, тогда для вас, мне кажется, это вообще очень полезная информация, так как зачем покупать вещи, которые действуют так же, а стоят дороже, например, в ритуале, большой вопрос. Так что вот, знаете, что есть у крымской косметики? Хорошие средства, масочки и масла. Скрабики и манючий слитки для тела. Об этом тоже помните. В общем, спасибо вам, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы посмотрели его до конца. Если вам оно понравилось, поставьте пальчик вверх. Если оно вам не понравилось, и вы вообще считаете, что это бесполезная информация, не ставьте пальчик вверх, вообще никакого пальчика не ставьте, просто идите по своим делам и будьте счастливы. Всё, спасибо вам за просмотр.